Начнем давайте с такой задачки, которая называется «5 Лемма». Или «Лемма» о 5-гомморфизмах. Значит, «Лемма» о 5-гомморфизмах говорит следующее. Я эти вертикальные стрелки буду просто рисовать равенствами, потому что это изоморфизмы. Первый, второй, четвертый, пятый. Еще раз, давайте теперь так. Почему это эпи? Итак, я выбираю здесь элемент B3. B3 переходит в B4, переходит в 0. Б3 переходит в B4, переходит в 0. Дальше поднимаем оба этих равенств. Поднимаем вот здесь вот. Получаем А4 переходит в 0. Правильно? Да, значит, есть А3. Значит, есть А3, который переходит в A4. А где спустить низ, он перейдет в B3 с волной. Какой-то. У меня обязанность попадать в B3. Да, он переходит в B3 с волной. Немножко подправится. Да, значит, B4 в 0 я поднимаю, А4 в 0. А3 идет сюда, идет сюда. Но теперь, соответственно, если у нас есть А3, он идет здесь. Он опускается в B3 с волной. Согласны? Так. B3 минус B3 с волной лежит в E3. Почему B3? А3 переходит в A4, A3 переходит в B3 с волной. Значит, B3 переходит тоже в B4. Правильно? Значит, B3 минус B3 с волной лежит в E3. Значит, получается, что B3 минус B3 с волной переходят в 0. Значит, они переходят отсюда. Здесь элемент B2. Его поднимаем до A2. До A2. И A3 с волной вправо. Ну, B3 минус B3 с волной переходит в 0, потому что A3 переходит в B3 с волной. А3 переходит в A4. А4 переходит в B4. Значит, B3 с волной тоже переходит в B4. А B3 тоже переходил в B4. Значит, разность переходит в 0. Значит, получается, что B2 переходит вот в этот элемент. Значит, я поднимаю сюда, получаю A2. Переходим в A3 с волной. Переходим в A3 с волной. И вот теперь… И сейчас… Их сумма… С коммутативности A3 с волной вниз опускается от B3 и вот B3 с волной. Да. Да. Вот, вот, вот. А2 переходит в B2, B2 вот в это. Значит, A3 с волной переходит вот в этот элемент. Вот, теперь получается, A3 с волной плюс A3 перейдут в B3. А три сволной переходит, смотрите, А2 переходит в А3 сволной, А2 переходит в В2, В3 минус В3 сволной, значит А3 переходит в вот это. Получается, что… я здесь нарисую, чтобы не запутаться. А3 сволной с одной стороны переходит куда? В В3 минус В3 сволной, правильно? А А3 куда переходит? В В3 с волной. Ну все, значит, сумма, значит, следует, что А3 с волной плюс А3 переходит в В3. Ну, все, вроде, сошлось, да? Слава, согласны? То есть мы взяли элемент из В3 и показали, что для него найдется элемент. Да, мы взяли произвольный элемент В3 из В3, мы нашли элемент вот такой вот, который лежит здесь, который в него переходит. Значит, Ф3 это сюрекция, то есть эпиморфизм. Слав, ну все в порядке, да? Просто у доски всегда немножко тяжело, так сказать. Я думаю, примерно так и доказывалось. Не-не-не, естественно, так оно и было. Так, и так получается, что у нас мы доказали, что это эпиморфизм. Давайте доказываем, что это мономорфизм. Пусть существует элемент, который в ноль перешел. Да, возьмем элемент А3, который перешел в ноль. Ну, ноль здесь перешел, естественно, в ноль. Значит, я поднимаю сюда, значит, получается, что А3 перешел в какой-то элемент. Да, А3 перешел в ноль, то есть это ноль переходит в ноль. Но если А3 перешел в ноль, то у него был прообраз здесь. А2. Я взял произвольный элемент А3 большое, который перешел в ноль. Я хочу показать, что ядро нулевое. Я хочу показать, что А3 маленькое, равен нулю. Значит, он перешел сюда в ноль, ноль перешел в ноль, естественно. Но здесь я по равенству поднимаюсь, получаю ноль. И с квадративностью диаграммы получается, что А3 переходит в ноль. Значит, он лежит в ядре вот этой стрелки. Но здесь, получается, существует А2, который переходит в А3. Но А2 тогда переходит в В2, а В2 переходит в ноль. Потому что А2 в А3, А3 в ноль, В2 в ноль. Все правильно. Почему так А2 переходит в А2? А2 переходит в какой-то В2, а В2 переходит в ноль. Потому что А2 в А3, а А3 в ноль. Но В2 перешло в ноль, значит, это элемент ядра вот этой стрелки. Значит, существует тогда В1, который переходит в В2. Для него существует А1. Здесь я поднимаю его. Он переходит в какой-то А2 с волной. Которая В2? Нет, здесь есть равенство. И каватитативные стрелки. То если А2 переходит в В2, то А1 переходит, конечно, в А2. Ну, потому что здесь просто равенство. Согласен, да, Слав? Да, не перекидываю. То есть, у В2 я нашел какой-то прообраз. И по равенству я поднял сюда. Получается, А1 переходит в А2. Которая переходит в В2. Ну, а получается, что А1 переходит в А2, а А2 переходит в А3. Правильно? Смотрите, еще раз я запутался. Мы получили А1, который переходит в А2. Во 2. Да. А А2 переходит в А3. А это не получается, что А3 на ноль? Отсюда получается, что А3 на ноль. А. А. А1, смотрите, начали с А3, он пошел сюда в ноль, ноль, подняли сюда до нуля, попали в А2, А2 перешло в В2. А, подождите, тут существенно, что у нас Ф это 2, и Ф это 2 с волной равны В2, да? Да, существенно, что А1 перешло в А2, а А2 перешло в В2. Согласны все, да? Вот. Ну и получается, что А1 переходит в А2, а А2 переходит в А3. Ну так как композиция стрелок, двух стрелок равна нулю, значит, получается, что А3 равна нулю. Значит, получается, что эта стрелка, это моно. Ну, значит, вот и моно, и эпи, значит, и изоморфизм. Вот. Вот. А 5 лема, она нужна очень сильно бывает, когда мы рассматриваем гомологии пар. Там есть линные точечные последствия гомологии пары. И если, грубо говоря, у вас есть отображение пар каких-то, x, а в y, b, и если на трех, там три позиции, а, x, x, а, b, y, y, b. И вот если на двух позициях этих трех у вас изоморфизмы уже, вы знаете откуда-то, то получается, что в силу точечных последствий 5 лема, что на остальных отображениях тоже будут изоморфизмы. Вот. Поэтому это вот очень полезная лема. 5 лема. Так. Хорошо. Значит, давайте еще немножко поучисляем теперь гомологии. Вот задачка 3.13. Давайте вычислим гомологию трехмерного тора, T3, это S1 на S1 на S1, пользуясь клеточным разбиением. По произведению клеточных разбиений. По произведению клеточных разбиений. На каждой окружности стандартное клеточное разбиение. Точка и дополнение. То есть просто взять наборы клеточных разбиенствам. Да. И надо посмотреть, какие там будут клеточные дифференциалы. Клеточные и граничные гоморфии. Значит, у нас есть T3, это S1 на S1 на S1. Каждый S1 у нас разбивается на точку и все остальное. Значит, мы берем... Сколько у нас нульмерных креток будет в произведении? Одна. Одна. Одномерных креток будет. Одномерных? Да. Я бы не отчистил, простите. Одномерных креток. А, а тут три. Три будет, да? Тут беном Ньютон просто. Да, тут беном Ньютона просто идет. Сель за НПК. Вот если вы возьмете Н-мерный тор, представленный как произведение Н-окружности с таким клеточным разбиением, то у него будет в К-мерных клетках точность Сель за НПК. Потому что вы берете К-К мест, где вы берете настоящую клетку одномерную, все остальное – точки. Получается Н-К клетка. Значит, двумерных клеток будет тоже три, и трехмерная клетка будет ровна одна. Но на самом деле, вот такое представление, оно равносильно представлению R3 фактор по Z3. Равносильно такому представлению. То есть у вас есть, у Тора есть универсальное накрывающее. Это произведение универсальных накрывающих над окружностями. Над окружностью какая будет универсальная накрывающая? R. Просто R. То есть у Тора получается R в кубе. Универсальное накрывающее. А P1 – это Z в кубе как раз. И вот этот P1 действует на универсальном накрывающем пространстве, просто сдвигая на совочисленную решетку. Получается, что Т3 у нас замороз на R3 фактор по Z3. То есть я могу нарисовать кубик. Вот у него будет одна… Все эти вершины склеиваются в одну вершину. Вот у него будут три ребра. А, B, C. Вот это все. C, C, C. Ну и аналогично А, 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 А. Четыре штуки. И четыре. Б, B, 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 B. Вот. Потом будут вот такие грани. Сюда. Вот передняя, задняя, боковая и нижняя, верхняя. Да? И одна трехмерная клетка. Вот. Как у нас строился вообще гоморфизм? Вообще клеточная гомология, комплекс клеточных цепей как строился? А, ну мы брали клетки и брали там отображение дифференциала. Ну мы брали свободную амбелевую группу, порожденную всеми инмерными клетками, правильно? Мы брали Z от EN альфа. Прямая сумма такая по альфа. Да? Это было в точности такое CN от X. Потом мы просто честно поопределяли там дифференциал на образующих через степень отображения. Да, через степень отображения некоторого. Степень отображения N-сеномерных сфер. Вот. Ну в частности, смотрите, когда у нас, значит, у нас точка только одна. Давайте я ее обозначу V, да, вертекс. И вот сюда. Здесь есть Z от A, B, C. Правильно? Да. Дифференциал от ребра А какой будет? Точка первая, последняя. V минус V будет, то есть 0. Значит, получается весь дифференциал нулевой. Честно, почему? Почему там точки объединяются? Что-что? Почему там точки? Точки в катерах. А потому что сдвигается же на решетку. Это есть R3 фактор, паза 3. Все точки в решетке отображаются в одну точку. Склеиваясь. Сейчас будем считать как симпликтический или как... Не симпликтический, а как клеточный. Подожди, ну чтобы как клеточный, честно, считать там дифференциал по-другому. Он определяется через hk, t, hk минус первое, но мы будем считать через степени. Не, ну не, ну даже так через степени. Потому что нужно при кривой счете отображения смотреть, а она там из двух стадий состоит. Ну, давайте так, такая лемма есть. Есть такая лемма, что если у вас есть вершинки в вашем клеточном пространстве, и есть ребра ориентированные, да, которые есть вот ваши как раз одномерные клетки, да, то дифференциал, натянутый на ребро, это конец минус начало. Это есть такая лемма, это все. Это конец минус начало. Поэтому если у вас была петля, то конец минус начало это будет ноль. v минус v, просто сокращается. Простите, почему вы сказали, что там будет церковь, часть 1? А потому что все вот эти восемь вершинок, это одна и та же вершинка v. Но это же мы склеиваем. Мы отождествляем все точки решетки в одну точку. Это же тор. Мы же склеиваем его. Ну, представьте, двумерный тор. Была бы тоже у вас такая картинка квадратик уже, да, на плоскости, да, которая вот это все от одна и та же вершина. У вас было a, b, b, a. И вот клеточка, скажем, такая c, или гамма. Понятно, да? Значит, это дифференциал нулевой. В это вершинка, вершинка, вершинка. И вы сказали, что каждый лимон переходит на лимон. Да, действительно, потому что есть такая лима, что в клеточном дифференциале такой, если у вас есть ориентированная клетка, одномерная, у нее есть конец и начало. Так вот, дифференциал от нее, это будет конец, минус начало, точка, точка, минус точка. Можно просто сказать, что клеточная гомология изоморфная симплициальная, но тут просто сказать, что вот это нашим решением. Ну, например, так, да. Можно сказать, что клеточная гомология в данном случае обобщает симплициальные, а это дельта-комплекс. Ну, я не знаю, будет ли это дельта-комплекс по-честному. Ну, можно подразбить, но ничего не поменяет. Ну, подразбить надо потом считать. Не-не-не, простите, ну, старших, да, но младших не поменяет, а нам, мы сейчас за младшие боремся, а старших, ну, подразбили, ему как-то не страшно. Ну, главное, вот есть основная такая лима, что вот первый дифференциал, ну, понятно, что вершины всей бегут в ноль, понятно, что, да, да, ценой отображается в ноль всегда, а вот ц1 отображается так, ребро отображается в конец минус начало, вот, это вот стандартная такая лима есть. А у нас здесь будет, разве будет одна трехмерная клетка? Это внутренность куба. Внутренность куба, это одна трехмерная клетка. Конечно, ну, конечно, ну, вы же в R3-е-то целое тело, да, фокализуете. А, получается, нульмерный у нас Z, одномерный это ноль. Нульмерный, H0, H0 от трехмерной клетки получился Z. Здесь все в ноль, надо посчитать только теперь Z от двумерных граней. Вот, например, давайте посмотрим нижнюю двумерную грань, вот эту вот. Как она приклеивается? По какому слову? A, B, A в минус первой, B в минус первой. Правильно? Я не умею так быстро считать степень этого приклеивающего отображения. А степень будет такая. Вот у вас A, B, A, B, и вы считаете степень. Вот у вас двумерная клетка, представленная как... Ну вот, смотрите, я нижнюю донышко нарисую, вот это вот квадратик. V, 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 A, A, B, B. Вот эта двумерная клетка, которая была натянута на A умножить на B. Вот у нее есть ориентация. Когда вы подходите к вот этому ребру, с этой стороны, вы его проходите вот так вот. И поэтому здесь приклеивающее отображение будет плюс один степень. Нет, я просто помню, что у нас было так же. У нас было много отображений F, альфа, бета. Смотрите, F, альфа, бета такие. Вы для каждой клетки степени N, альфовых, D от этого, это конечная сумма. D, альфа, бета, это степени N, минус один, бета V. Вот где это? Это степень отображения границы вот этой клетки N, альфа на некоторую другую сферу той же самой размерности. Да, и там было хитро, что мы сначала приклеивали, а потом... Стягивали, вот мы сначала приклеивали, а потом стягивали все кроме этой клетки в точку. Кроме какой-то другой клетки. Нет. Кому-то альфа, бета, мы брали альфовую, приклеивали, а потом все кроме бета клетки. Да, кроме бета клетки стягивали в точку, у вас получилось отображение между сферой и сферой. Да, сейчас с того сумма почему ведется? Ну, конечная. Конечная, файлент. Вот. Можно вопрос, честно говоря, немного с лекцией, только забыл, как это правильно считать. Здесь, значит, дифференциал этой клетки, это сумма степени каких отображений? Вот эти, которые мы сейчас сказали. Вот отображения такие, значит, надо взять, вот у вас было фи альфовое, да? Это отображение с ДН в Х, правильно? Вот. Значит, надо взять, соответственно, фи альфовое, ограничить на ДДН, это есть СН-1, правильно? Вот. Она отображается в Н-1 остов Ха, в ХН-1, правильно? Ну, ХН-1, это Н-1 остов Ха. В нем есть клеточка, вот какая-то Ебеттовая Н-1. Так вот, если этот остов, теперь взять остов и отфакторизовать его, во-первых, по Н-2-мерному остову, ну и, во-вторых, по всем клеткам Е гамма Н-1 для любого гамма неравного Бетта. То есть вы берете весь остов, стягиваете весь остов размерности Н-2, вы получаете букет Н-1-мерных сфер, правильно? И только есть только одна сфера, вот эта, которая выделенная Бетта, а все остальные тоже есть. Вот все остальные я тоже загоняю в ноль, и у меня остается только одна сфера. Вот это вот как раз, вот после того, как я вот это вот отождествлю, у меня остается только одна сфера СН-1, грубо говоря, Беттовая. И вот отображение между вот такой сферой и такой сферой имеет степень. Это целое число. Я хочу, грубо говоря, ограничить вот эту границу ДН на какой-то... Вот, вот, я хочу посмотреть, почему тут будет, ну, то есть я понимаю, что будет только одноклепно, но к чему там аккуратно убедиться? Клетка будет, нет, клетки будет три двумерные, вот эта, которая склеивается, это... А сумма будет ноль. Нет, я вот про дифференциал. Дифференциал вот этого? Да, ну то есть какие у нас клетки тут будут? А, здесь будут следующие клетки, только А и Б. Значит, эта сумма будет сумма, какое-то целое число. Сумма на А, ну, даже сумму можно брать, плюс сумма целое число на Б. Где-то целое число на А, целое число на Б. Но оказывается, что оба этих числа равны нулю. То есть, почему у нас не будет С? А, ну... А, потому что С, она... К этой клетке вообще никак не отошла. Там степень будет нулевая. Ну, плюс ноль точно на С, потому что она ее, ну, как бы, к ней никак не перемыкает. Там степень... Сейчас, подожди, А, Б и С, это у вас что? Это ребра. Сейчас. А мы берем дифференциал... А мы какую клетку взяли дифференцировать? Вот, которая нижняя, которая натянута на А и Б. А, точно, если мы по С и стянем... Да, 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 конечно. Мы все и стянем, и получим отображение в точку. Вот. Но главное нам понять, что у А и Б вот эти степени тоже нулевые. А степень складывается из двух чисел. Вы с одной стороны проходите... Вот, ну, как бы... Для этого надо еще одну лему ввести. Как считать степень между отображениями, скажем, одной сферы данной размерности на другую сферу такой же размерности. Вот, давайте вот эту такую лему я сейчас смешу. Она, как бы, такая лему. Она достаточно техническая, но я ее доказывать не буду. Но она техническая, но зато она очень легко применяется. Вот, смотрите, вот у вас была одна сфера размерности, скажем, N. Вот, двумерная сфера. Отобразилась непрерывным отображением в другую сферу размерности N. Междумерную сферу. Надо посчитать степень отображения F. Ну, вот, надо сделать так. Мы знаем, что степень отображения F равна степени отображения G для любого G гомотопного F. Правильно? Потому что степень – это гомотопический вариант. А там другая? Нет, N тоже N. С, N. Степень – это гомотопический вариант, поэтому, если я заменю наше отображение F на гомотопное ему, то степень не поменяется. А гомотопное я могу выбрать так. Немножко так пошевелить и сделать, чтобы у какой-то точки было конечное число прообразов, и у маленькой окрестности этой точки, у маленькой такой шапочки, было бы здесь конечное число шапочек, которые, каждая из них, отображается на эту шапочку гомеоморфно. А, локальное накрытие. Локальное накрытие. Ну, можно так сказать, локальное накрытие. Вот, на эту шапочку отображалась гомеоморфно, но только с ориентациями. Каждая шапочка здесь имеет ориентацию, и она либо сохраняет ориентацию, что я считаю, что это вклад был плюс один, либо она обращает ориентацию, я считаю, что это вклад минус один. Мы хотим, чтобы еще раз так мы хотим сделать, что существует... Для любого F существует гомотопное ему же отображение, у которого существует точечка Y0, принадлежащая SN2, пусть это SN2, это SN1, такая, что, грубо говоря, существует маленькая эпсилон-окрестность точки Y0 в SN2, такой, что полный прообраз G в минус первой от вот этой эпсилон-окрестности, давайте это будет маленький диск такой, D-эпсилон N с центра в точке Y0, что это будет конечное число дисков D-N1 от точки X1 дизъюнкно, D2N от X2 дизъюнкно, дизъюнкно, D-N XS S. Вот. То есть до какой-то точки вы смогли найти конечное число прообразов, и на каждом из этих прообразов у вас просто вот накрытие возникает, настоящее. А дальше у вас здесь есть ориентация на сфере, и здесь есть тоже ориентация. У вас либо плюсик один, либо минусик один, вот либо так, либо так. И теперь надо посчитать сумму плюсов и сумму минусов. И это число будет равно в точности степени отображения G, которое равно степени отображения F. Ну вот, например, давайте посмотрим, N равно единичке. Вот у вас окружность была, и вот другая окружность. Вот давайте эту окружность вот так вот намотаем. Смотрите, вот так вот. Раз, 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 раз. Вот так вот. И опустим это сюда. Вот такое отображение F. Тогда, смотрите, вот у этой точки у нас будет вокальный гомеоморфизм. Правильно? Вот здесь вот. Значит, если мы эту окружность ориентируем вот так вот, и эту окружность тоже ориентируем вот так вот, то будет плюс один. То есть степень плюс один будет. Согласны? С другой стороны можно засыпать вот эту точку, и у нее будет уже раз, два, три. Три вот таких вот диска одномерных. Причем вот этот диск как направлен? В ту же самую сторону здесь будет плюс один. Этот в обратную сторону направлен минус один. А этот в ту же самую сторону плюс один. Значит, получается один минус один плюс один. Снова получается плюс один. Точно утверждается, что он в лошадь? Да. Самое главное, что надо понять, как вообще можно физически считать степень отображения между сферами. Простите, а там не написано степень? Степень будет плюс один. Сподождите, пока утверждение выглядит так, что можно найти такое гомотопное F-отображение, что вот... Что найдется такая точечка, у которой в прообразе, в небольшой окрестности у вас были шляпки вот эти вот, полный прообраз, полный прообраз. Здесь ЖМ-1, это полный прообраз. Он состоял тоже из таких шляпок, и каждая шляпка отображалась гомеоморфно на эту шляпку. Причем гомеоморфизм мог сохранять ориентацию, а мог менять ориентацию. По-моему, такого утверждения слова не хватает, чтобы уметь вычислять. Вот если вы скажете, что и есть ли такое отображение, и для любого отображения с таким свойством, то есть, может быть, можно найти отображение? Но мы знаем, что степень – это гомотопический вариант. Поэтому если вы возьмете какое-то другое H-отображение, гомотопное, и тоже докажете, что вот это число – это степень, то они совпадут, потому что степень – это гомотопический вариант. Нет, нет, какое-то другое. Смотрите, у нас смогло быть так. Пускай F у нас как раз удовлетворяет этому свойству. Стоит себе гомотоп. Да. Патриема говорит, что я могу найти… И я по ней посчитаю вот это число. Да. Это число, которое я посчитал таким образом. А пока я не доказал, что это число гомотопический вариант. Вот. Я сказал, что я могу найти какое-то выражение G, чтобы для него вот это число совпадет со степенью. Ну, то есть, правда ли, что в деле все даже лучше? Смысл такой, что… Смысл такой. Тут, наверное, дополнительное утверждение. Если вот такая окружность с этим локальным комплективом есть, то это степень. Да. Сумма этих… Ну, да, да, да. А пока этого не хватает. Да, да, наверное, так вы правы. Значит, надо сказать так, что для любого отображения G и для любой точки Y0, если выполнена вот такая штука, что у вас конечное число вот таких вот шляпочек накрывается, то посчитав сумму плюс-минус единичек, я получаю в сочности степень это отображение. А степень – это сумма, она с нее нарушает? Сумма плюс-минус единичек, там, где плюс-едничка, это ориентация не меняется, а минус-едничка ориентация меняется на противоположную. То есть, в этом примере можно выбрать точку света, можно выбрать точку света president 2, а представляем что сумма плюс-минус единичек будет одна и та же. Одна и та же, да, да. Таким образом, на самом деле, когда топологи работают и считают реальные степени между сферами, они так поступают. Они смотрят, сколько там было в прообразе точек, если бы там была точка, где у вас эти шляпки накопились в конечном числе, а просто, конечно, плюс-весединичек, ну и получают степень. Так вот, давайте посмотрим все-таки на степень вот этого отображения. Вот у нас одна клеточка была, давайте я вот так вот, значит, если я нарисую Тор двумерный, давайте я нарисую здесь большой двумерный Тор. Вот это А, это В. Вот ваша клеточка А на Б, она как сначала привыкала? Вот у вас клеточка А на Б, и вот я ее прохожу вот так вот, вдоль границы клеточки. Это С1 мой, границы клеточки. Я как прохожу? Я с одной стороны, я вот так прохожу ее, да, потом Б, а потом в обратную сторону иду. И у меня получается здесь проходит вот такую сторону и в обратную сторону. И получается с одной стороны плюс-единичка, а с другой стороны минус-единичка. И они сокращаются, получается ноль. Тогда получается, что вот этот гоморфизм между тремя, скажем, пусть это будет, ну, как-нибудь назовем альфа-бета-гамма, вот эти двумерные цепи, то они все отображаются в ноль. То есть это тоже нулевой гоморфизм. Так, что нам осталось дописать? z от гамма. Ну, давайте z от как-нибудь мы ее, пусть это будет не альфа-бета-гамма. А одного тут хватит? pqr. Подождите, зачем pqr? Она же одна только осталась клетка трехмерная. Да, вот здесь я пишу двумерные клетки, а трехмерные клетки я хочу гамма обозвать. Вот она, трехмерная клетка, гамма, это внутренность этого куба. Ее граница, естественно, это граница этого куба. Так вот, как она подходит, скажем, к вот этой вот нижней клетке, которая равна верхней? С одной стороны, она подходит, ее вот одна и та же ориентация. Если я спускаюсь вниз, у меня реперчик вот так вот идет, этот наверх, значит, будет плюс один. А поднимая этот реперчик, он у меня здесь идет так же, а в обратную сторону торчит наружу. Значит, получается минус один. Сейчас, подождите, почему вы как поднимаетесь уже? Просто, дело в том, что тут возникает некое естественное понятие ориентации клетки, да? То есть в клетке есть ориентация. Нет, ну, это же один, а они по-разному. По-разному, по-разному. Здесь, смотрите, вот здесь было два реперчика таких, это торчало внутрь, да, мясо, да, внутрь клетки. А здесь я поднялся, и эти торчали сюда, а это торчит наружу. Вот, поэтому здесь на эту клеточку будет, значит, будет звездочка А, значит, дельта от гамма будет звездочка А плюс звездочка, давайте звездочка П плюс звездочка Ку плюс звездочка Р. Вот это вот нижнее, это пусть будет П, но она, опять же, клетка, два раза ее проходит, да, вот эта клетка гамма, трехмерный Куб, он два раза касается вот этой клеточки двумерной П. С одной стороны, она касается с плюсиком, вот здесь плюс один, а с другой стороны, она обходит ее еще раз и касается с ориентацией минус один. Суммарно будет ноль, значит, получается, что это равен нулю, аналогично это равен нулю, аналогично это равен нулю, значит, получается, что здесь тоже нулевая гоморфия. Все то же самое делается для инмерного тора тоже. Точно, а получается, все гомологии нулевые, кроме нулевых? Нет, нет, все дифференциалы нулевые. А, все дифференциалы, а, ну, а, если все дифференциалы нулевые, тогда гомология чему изоморфная? С цепям, пока она за цепи, что это нет. Самим цепям, потому что ядро это все, потому что все в ноль, да, а образ это ноль, значит, надо все цепи просто называть по нулю. Получается, у нас, когда у цепного комплекса все дифференциалы нулевые, то гомологии просто изоморфны на цепном комплексе. В частности, получается у нас гомологии такие, h0 это z, h1 это z в кубе, h2 это z. Нет, а в 2-1 тоже, сейчас, подождите. Подождите, так, сейчас, давайте, там должно быть еще трехмерная клетка. А, не должно быть, а в 2-2 z в кубе, h3 это z? Да, 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 извините, конечно, z в кубе, да, и h3 это z, да, конечно. h0 z, h1 z, h2 z в кубе, и h3 это z. А в общей ситуации hk t от tn, так как по тем же самым соображениям у нас все дифференциалы нулевые, это будет z в степени c из n по k. Вот такие интересные гомологии будут. Такие будут интересные гомологии у Тора. c из n по k. Вот. Видите, мы все знаем, что c из n по k равно c из n по n минус k, да? Поэтому мы видим, что hn минус k от n-мирного Тора, это аморфно hk от n-мирного Тора. Вот это частный случай проявления двойственности пакара, которое будет у нас скоро уже. Вот. Что в многообразии все очень хорошо получается. есть некая симметрия между чиселами детьми. Еще вопрос. Да-да. А вот из этой левы следует, что если мы считаем… Из какой? Из вот этой? Нет, 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 следующая. Из вот этой. Слева-лево про то, как мы считаем… Степень. Да-да. Вот если вы хотите посчитать коэффициент перед клеткой, у нас приклеивается по тому-то слову, чтобы посчитать коэффициент перед какой-то из клеток… Но клетка приклеивается по слову, это если клетка двумерная? Да-да-да, склеиваем двумерную вещь, там достаточно просто степень перед А, просто суммируешь, чтобы коэффициент перед А проходит. Да-да, там будет слово, и там будет А в какой-то степени, Ц на B в какой-то степени, С на А, С. Надо просто просуммировать вот эти степени при А, и это будет коэффициент, который как раз степен тут в отображении. Так, хорошо, давайте посмотрим еще на задачку 13.16, надо простать, но тем не менее хочется ее все-таки выделить. Значит, у нас есть N-листы накрытия над конечным клеточным пространством. При этом Y у нас конечный с этого В-комплекса. Как вы думаете, вообще, если у нас есть Y, это какой-то цветовой комплекс? Ну, пусть связанный, да? И на нем произвольное накрытие. Конечный, да. Пусть у нас вообще есть такая ситуация более общая. Пусть Y произвольный цветовой комплекса, ну, связанный, да, и на нем есть какое-то настоящее накрытие. Ну, может быть, конечный лист, может быть, счетный лист, может быть, там, хоть континумный лист, если Y большой вообще, да? Как вы думаете, про X можно что-то сказать будет? Ну, аэрохортистики, да, а вот с точки зрения топологии. Про X. Что X тоже хорошее пространство. Нет, мы знаем, что там существует такая маленькая окрестность, что вот это будет тремиоморф, на каком числе прообразов, но мы не знаем, почему это, почему мы можем, условно, почему эта окрестность может быть считать комплексом. Можно подумать, если возьмем у нас выбор, конечный, 0 клеток, начиная с числа размерности K. Да. Тогда окажется, что у X тоже 0 клеток тройеразмерности? Нет, не окажется. Там же не K, но NK и то не факт. Все-таки там же теперь жанрисно, например, то есть у тебя NK клеток точно. Если мы возьмем у Y какую-то клетку размера K, и возьмем ее отрезности правого образа, там получается как минимум N на K. Нет, нет, а кто тебе сказал, что у тебя клетка имеет нормальный парообраз? У тебя сказано, что у каждой точки, например, есть окрестность, такая, что найдется N окрестностей. В X, что у каждого, у X, например, морфиз, маленькая окрестность. Вопрос. А почему клетка в эту маленькую окрестность поместится? Нет, не поместится, а в маленькую окрестность в клетке. Дело в том, что вы правили за эти вопросы. На самом деле ответы хорошие. Если Y обладает структурой цветового комплекса, то для любого цвета на окрестность конечного листного, счетного листного, какого угодно листного, на X есть естественное клеточное разбиение тоже. То есть это тоже цветовое комплекс, причем клетка переходит в клетку. Почему это так? Смотрите, вот у вас была какая-то, допустим, двумерная клеточка открытая, E2α в игреке. Да? Да. Вы можете взять и ограничить на нее, взять полный прообраз F-1 от E2α. Оно лежит в X. Легко понять, что если у вас F, F это из X в Y, N-листное накрытие, то абсолютно для любого Z, ну скажем, линиенно связанного пространства, если вы возьмете полный прообраз, полный прообраз, то это будет тоже N-листное накрытие. Да. Но не обязательно, что вот это будет связано. Да. Потому что, ну понятно, у вас... Ну, на самом деле, N-листка взяли и все спроектировали. Да, на примере N-листка взяли и все спроектировались. Так вот, а теперь есть такая лема, что если у вас клетка, то у вас стягиваемая, в частности, F1 от нее равно 0. А если вы берете накрытие над односвязным пространством, настоящее накрытие, то оно только однолистное. И возникает как бы обобщенное накрытие, а это просто сумма однолистных накрытий в каком-то количестве раз. Сейчас еще раз. Но так как клетка стягивает... Так как клетка стягиваемая, она односвязана. Если у вас есть какое-то накрытие... Давайте вот... Пусть Z это линейно связанное, линейно связанное, и P1 от Z равно 0. Тогда утверждается следующее. Пусть у вас есть U, допустим, G в Z. Это н-листное накрытие, но без условия того, что U линейно связано. Тогда можно доказать, что U это просто изоморфный Z крест гамма. Просто у вас U, 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 несколько... Прямое произведение на дискретное пространство, и, соответственно, естественно, проекция Z, запятая какой-то A, Z маленькая, переходит в G от Z. Z A переходит в A, переходит в Z. То есть смысл такой, что... Смысл такой, что вы можете... Если все холдзорфово, и основание было линейно связано, вы можете давать определение накрытия, как оно выдается для любой точки, найдется маленькая окрестность такая, что там все будет хорошо. Так вот, если вы будете говорить, что еще и U линейно связано, то тогда если P1 от Z равно 0, то это только гомеоморфизм может быть. Просто U на U, U нас тут гомеоморфизм. То есть если U и Z линейно связано... И Z односвязано, то L-листных накрытий не бывает, а бывает только одно одно-листное накрытие, это гомеоморфизм. То есть если U и Z линейно связаны, а Z еще помимо того односвязано, еще холдзорфово, то настоящих н-листов накрытий не бывает, есть только гомиоморфизм. Но если вы разрешите в вашем определении У не быть линейно связанным, то возникает просто дублированная ситуация. Один гомиоморфизм, над ним еще один гомиоморфизм, над ним еще один гомиоморфизм и так далее. — Извините, но если У линейно связанным, то получается просто Z? — Конечно. Если P1 от Z, то равно 0. — То есть если Z на G линейно связанным, то B это точка? — Что-что? — Если Z на G линейно связанным, то B это точка? — Да. Гамма — это точка. — Если У линейно связанным, если У линейно связанным, и Z линейно связанным, и Z односвязанным, то гамма — это просто точка. Ничего другого быть не может. — Сейчас R на R же линейно связанным? — И что R на R? — Вы хотите R на R спровицировать на одну из осей? — Ну там R на R же линейно связанным? — Нет, вы хотите спровицировать плоскость на прямую вот так? — Нет, это же не накрытие. — Это расслоение. — Это расслоение со своими прямыми. Это не накрытие. Накрытие — это когда у вас блинчиками там все накрывается. Ну вот такой сленг. Значит, понятно, да? Слав, понятно, да? — Да. — Значит, получается, что у нас, если мы забыли, что у линейно связанное, а как здесь это получается, так мы берем полный прообраз от клетки, никто нам не говорит, что это линейно связанная вещь. Но, тем не менее, все свойства того, что это накрытие, они сохраняются. — А если у не линейно связанное, то у нас будет что? А если у не линейно связанное, то будет просто несколько копий вот таких вот Z-ов. Z-1, Z-2, Z-S, и каждый из них, они друг от друга не мешают, и каждый из них — это гомеоморфизм на вот этот Z. З-2, Z-2, Z-1, Z-2. Просто вот действительно как вот стопка бумаги. Вот у вас получается листочек линейно связан, вот, а стопка листочков отображается на листочках. — Согласие, говори, получается, что ситуация не отличается от того, что было до этого. Разве нет? — Да-да, что вот это выполняется. — Говори, то есть мы сгоряли, что если у линейно связанного, то таково, а если у линейно связанного, то тоже так? Если У линейна связано, то будет так, только с гаммой равно точкой. А если У нелинейна связана, то с гаммой произволен. Столько весов накрытия, столько элементов гамма. и поэтому получается что над любым если клеточное пространство вы берете любую открытую клетку берете ее полную прообласть и она разваливается на открытой клетке тоже но на нечто гоменоморфное РН вот а дальше надо показать что грубо говоря приклеивающее отображение вот эти вот Фи Альфовый ДН в У они должным образом соответствуют некоторым новым приклеивающим отображениям вот этих клеток уже того что получилось вот но это немножко технически сложно сейчас это так сказать сложно будет какая-то тюлема но тем не менее это факт верный, железный что если у вас У это обладает структурой структуры комплекса то любое накрытие над ним тоже обладает естественной структурой цитровой комплекса причем клетки отображаются на клетке вот таким вот просто вот блинчиками вот так вот причем если Н конечное то над каждой клеткой ровно Н клеток но если Н счет то над каждой клеткой ровно Н счетное число клеточек вот ну а теперь вы можете посчитать Эльфовую характеристику Х если вы знаете Эльфовую характеристику У и число Н и число Н да, это просто будет Н Н правильно? потому что у нас ровно количество клеток умножается на Н каждой размерности вот Эльфовую характеристику Х это Н на Эльфовую характеристику У вот так давайте посмотрим на замкнутой поверхности ориентированной сферы с же ручками Эльфовую характеристику какая будет у нас? 2 мм 2 мм 2G пополам делится? ну да делится вот найдите пожалуйста тогда не ориентированную поверхность некоторого рода H такую, что над ним существует двулистное накрытие дающее Сж и тогда Эльфовую характеристику вот этого будет в точности один минус G. Что двулист накрывается, да, что сфера Жручкова накрывает дважды. Вот это вот, пусть это номер какой-то, номер один пока, да? Вот есть сфера Жручкова, у нее два минус два G. Например, G равно нулю. Что получается? Просто двумерная сфера, да? Кого она двулист накрывает? РП-2, да? Значит у РП-2 как раз электроактивистка один получается, да? Ну вот. А Тор, что накрывает неориентированное двулистное? Как вы думаете? Какую неориентированную поверхность двулист накрывает Тор? Лентамебиус. Нет, Лентамебиус это богообразие скрайма, а если я хочу не скрайм. Энерокридистика будет какая? Ноль поделить на два, да? Да, ноль. У какой неориентированной поверхности Энерокридистика равна нулю? Сфера Жручкова. А это что за такая штука? Клейн. Это бутылка клеена. Бутылка клеена и Тор – это единственная двумерная поверхность, которая ходила с физикой равна нулю. А в общем случае, построите вот, что это будет, чтобы было один на нулю. Я понял, как можно это увидеть, можно в бутылке клеена разрез вот так посерединке провести, согласовать, получите как раз Тор. Разрез нельзя, чтобы на каждой точке висело две точки. Нет, это понятно, это понятно. На каждой точке, чтобы висело две точки. А лентамебиуса тоже что-то на двулисной микро? Нет, лентамебиуса, если вы смотрите просто на лентамебиус, то на микрообразие скрайм. Оно двулисно может накрыть… Да, ее накроет просто цилиндр двулисно. Вот если вы проведете вот так вот – раз, и потом еще раз – два. Да, вот так вот этот цилиндр, вот так намотаете – раз и два. Вы получите двулисное накрытие цилиндра, обычного, в боковой поверхности цилиндра, над лентамебиуса. Так, хорошо, значит, сейчас на лекциях что у нас происходит? Теремы фриденталии такие говорили? Не-не, мы закончили, у нас же в среду был выходной, да. Мы закончили, в итоге, на обилленизации. По обилленизации цилиндр двулиснотной группы? Да. Ну, в частности, обилленизация группы поверхностью, все понимают, да? Значит, H1 от поверхности с жиручками, чему изоаморфно? Чему изоаморфно H1 от поверхности с жиручками, свежежиручками? Потому что обилленизация, там будет А1, В1, А2, В2, АЖ, ВЖ. А, может быть, да-да-да. Сейчас изоаморфно-степлина двулиснотной группы. Вот.